привет всем и сегодня у нас вот такая вот toyota в масштабе 1 к 18 у меня она в красном быстром цвете и как вы понимаете такая есть в реальности называется она вроде как toyota true на видимо дрифтуха какая-то ну как вы понимаете в комплекте есть сам автомобиль установлены уже сразу дрифтовые колеса также есть дополнительные зеркала дворники наклейки еще зеркальные элементы на зеркала для того чтобы добить копийность usb зарядное устройство для аккумулятора немного тюнинга для аппаратуры комплект светодиодов наверное дополнительных обычные шоссейные колеса и довольно смешной пульт управления давайте сразу его протюнингуем во-первых делаем колесико мягкое и также добавляем мягкости вот сюда вот на ручку сам кузов держится на четырех саморезах и на нем установлено освещение и сервопривод который отвечает за выдвигающиеся фары кстати говоря добавил немного копийности установил зеркала дворники и несколько наклеек вот так вот выглядит автомобиль внутри здесь установлен сервопривод который отвечает за повороты передних колес и регулятор скорости и приемник соответственно идет два в одном привод у нас только задний и в движение тачка приходит с помощью вот этого коллекторного мотора пружин никаких нет но как видите есть небольшие ходы подвески все благодаря вот этим маленьким проволочкам установлены они и спереди и сзади выглядят как стабилизаторы поперечной устойчивости и вот так вот установлены они сзади по центру устанавливается аккумулятор емкостью 500 миллиампер часов который сейчас находится на зарядке диски для дрифта выглядит очень круто ну а на дорожной резине диски обычные черные на пульте имеется одна крутилка и три кнопки соответственно это триммер руля это у нас отвечает буковка a за расходы газа смотрим то есть сейчас мы жмем на газ нажимаем один раз скорость увеличивается нажимаем еще раз скорость становится прежней дальше кнопочка b которая отвечает за расходы руля максимальный выбор от сейчас нажимаем кнопку максимальный выбор от сейчас еще раз нажимаем возвращаемся к обычному и последняя кнопка c который отвечает за выдвигающиеся фары нажимаем крутяк просто невероятно кто вам готов такое предложить да за такие деньги ссылка внизу кстати говоря на данный автомобиль имеется просто невероятно причем фары такие еще желтенькие у смотрите они в цвет дисков класс хопаньки темно опа светло круто так давайте протестим включаем фары потому что что темновато но я уже такая чуть-чуть прогнал и понял что дрифт на ней просто нереален то есть как ты не старайся передок начинает сразу ну как бы он останавливается вот поэтому таком масштабе конечно лучше 4 на 4 эти как бы я не пытался и то есть обороты даешь тоже все равно но выворот у тачки вообще очень хорош реально то есть она вау смотрите поворачивает опа вот так можно и такие конечно можно покрутить без вопросов но не более сожалению да то есть в остальном приходится только вот если вот так вот катать сейчас поставим обычную дорожную резину посмотрим как на ней поедет может быть будет шанс какой-то хотя бы чуть-чуть но сомневаюсь сомневаюсь все таки пол ну достаточно скользкий но все равно не супер нет не плитка какая-то скользкая да вот и поэтому не знаю то есть если прямо взять покрытие для дрифта чтобы скользкая может быть есть какой-то шанс но если вы вот так вот купили тачку хотите погонять дома то дрифт у вас вряд ли выйдет какой-то вот и как не крути как газ не жми но передок все равно не может ехать то есть и меньшего угла даешь и большего угла ни в какую поэтому вот такой вот такая гонка просто когда все сносить наверное самое интересное да у ничего себе подъезжаем такие в рук пару убрали нет пары достали дальше задним ходом снесли и сюда на тебе 40 нифига себе это знак точно не для нас единичку забыли поставить потому что должно быть минимум 140 140 я гоняю в дрифте не до 3 короче не вот если бы был бы о повисли нормально если бы был задний дифт блокированный еще бы передний привод сюда добавить тогда можно было бы потому что смотрите я сейчас даже расходы увеличу тачка становится вообще бешеная просто скользит как хочет то есть колеса реально ну движок достаточно большой стоит не какой-то микро то поставили в этом конечно несомненный плюс так что нет смысла на такой резине делать такие сейчас расходы газа увеличивать на темотик на тебе велик на сейчас так ну ладно давайте колеса поменяем и посмотрим что выйдет из этого так ну что все готовы супер гонки вау вот это я понимаю вот это теперь автомобиля смотрите смотрите вау с таким выворотом можно хорошо погонять порулить давай сюда сюда опа сбили сложно просто смотрю в камеру еще параллельно так сюда сюда крутяк вот я говорю дрифт это ни о чем тем более на такой мелкоте а вот с таким зацепом уже интересно катать и нормально управляемость имеется у автомобиля четко оба послушное управление полностью давайте-ка расходы сейчас прибавим газа посмотрим а вот вам и подрифтить пятаки покрутить можно но не более конечно здесь боком вряд ли получится у вас мчать на такой резине потому что зацеп просто моментальный ну вы смотрите просто просто шустрый автомобиль реально бешеный о очень бешеный камера в шоке даже обалдеть да крутяк ну-ка давайте посмотрим по брусчаточки принципе неплохо я думал все таки такие поребрики мелкие будут негативно сказываться но вполне себе мчит это кстати говоря вот сейчас максимальные расходы газа так я не понял я не понял самое важное где фары вот они поехали дальше а то как темновато согласен ну норм давайте сверху посмотрим покажу вам насколько быстрый автомобиль то есть реально скорости более чем достаточно такой здесь по управляемости в траве она завязли конечно задний привод сами понимаете завязывать можно легко вот короче намного интереснее чем на нем дрифтовать потому что это не до дрифт а вот построить мини трек и норм да честно говоря удивлен потому что когда на бэнгуде смотришь на этот автомобиль ну думаешь мелкий особо наверно не едет как обычно а оказался куда веселее чем на картинке ссылка внизу кстати есть на него так что заходите смотрите и гоняйте вот так вот или прикольно ну not bad да весело ну-ка давай туда подальше тихо 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 вывод реально очень мощный ну где ты фокус то мой вот он фокус давайте издалека посмотрим на тачку как они добились копийности до пластиковый корпус но достаточно копийно выглядит то есть реально очень классно смотрится как настоящие то ведерко тойотовская и полный газ а сзади на красную девятку на восьмерку похоже ну что же вывод по автомобилю прост значит сам по себе смотрится хорошо на дрифтовых колесах ездить бесполезно но как бы что-то не очень дрифтит потому что все равно в этом масштабе нужно полный привод не может никогда цепануться вот в остальном ставите хорошую вот эту дорожную резину и отрываетесь то есть реально быстрый реально уже становится интересным автомобиль тем более да когда расходы на максимум вообще скорости более чем достаточно так что делайте правильный выбор автомобилей ссылки внизу найдете на эту бюджетную тачку стоит недорого а для своего масштаба мчит очень очень весело то есть реально получить удовольствие можно на к этому это мощности мотора на размере мотора производитель здесь конечно не сэкономил в этом плане они конечно молодцы так что ссылки внизу друзья пока не так лучше